Добрый день всем уважаемые коллеги спасибо большое за слово мы сейчас говорим уже о тренде который обозначен у меня в качестве доклада по тренограничному банкротству или ответ на юлин Я предлагаю о вашем тренде а потом мы может еще вернемся Хорошо спасибо большое Обозначено так банкротство иностранные активы собственно каждый наверное вкладывает в это название свое но в общем то понятно что в последнее время Верховный суд вот по крайней мере в феврале текущего года немножечко повысил актуальность этой проблемы Не сказать что это первый раз когда он повысил эту актуальность когда принял определение по делу Вест ВОК кажется проект относительно возможности банкротства иностранных как бы организаций на территории Российской Федерации В общем то Верховный суд и предварительно до этого еще высказывался о такой возможности Правда в том конкретном деле это не стало необходимым Ну вот в данном случае он еще раз повторил что в общем то это возможно Я вот в общем то слушая доклад Юлия это очень здорово ложится в мои тезисы предложил бы прежде всего отделить две вещи которые в общем то не совмещаются друг с другом требуют отдельных методик мышления и собственно представления людей в качестве спикера докладчика и так далее Я бы отделил в банкротстве вопросы права и вопросы политики это совершенно разные вещи Вопросы права в банкротстве на самом деле их не так много Право это справедливость а справедливо что в банкротстве ну в общем то был равный режим удовлетворения требований кредиторов при недостаточности имущества Про принцип права можно много говорить в общем то там интертации защищались по этому поводу Но я сейчас это отложу и пару слов скажу о вопросах политики Если мы говорим о вопросах политики это принципиально иной метод разговора, ведения дискуссии, мышления, аргументации и так далее Почему? Потому что в праве мы в конечном счете можем дойти до вопроса что является справедливым что является несправедливым Ну как то так устроено что в общем то мы обсуждаем добро, зло и как бы как то вот в этой сфере пытаемся применить механизм права Но если мы начинаем говорить о вопросах политики то есть управления мы сразу понимаем что а во первых она может быть разной Б нет одного верного решения и В в подтверждение того что я сейчас говорю вот как раз вот некая аргументация что наш банкротный закон является прокредиторским или протоложниковским или нейтральным и так далее Это вопросы политики, это вопросы политики, кого больше удовлетворить, чьи интересы больше заслуживают поддержки по мнению правителя в данном конкретном случае Нет никакого на самом деле справедливого начала в том чтобы граждане, физические лица банкротились или не банкротились Евгений, это наверное как у меня в одном судебном деле судья написал на что было направлено воля законодателя решая тот или иной вопрос То есть это вопрос воли законодателя Абсолютно И вот на самом деле переходя к своему докладу я бы хотел сказать что я буду говорить только о праве Только о праве То что сделал Верховный суд в деле Westworld Projects не является никаким в общем-то политическим решением Так я это вижу Я с инструментальной точки зрения ставлю вопрос и отвечаю, вижу ответ с ним соглашаюсь Что в Российской Федерации можно обратить взыскание в порядке банкротных инструментов на активы принадлежащие иностранным юридическим лицам Или вообще иностранным лицам вообще Даже не обязательно только в юридические лица Дальше Верховный суд на самом деле описывает механизм каким образом это делать Но прежде чем я расскажу про этот механизм и предложу свои комментарии по этому поводу и обозначу тренды Куда мне кажется дальше может пойти на самом деле Я бы хотел еще раз обратиться к тому что есть банкротство Друзья, коллеги, знакомые, приятели и так далее Я вот вам хотел бы изложить свое видение Банкротство это просто способ расчетов исполнения обязательств Если есть у иностранного, российского, какого угодно должника обязательство, которое не исполняется и его нужно исполнить Есть инструменты исполнения Этими инструментами исполнения являются собственно использование секундарных прав, когда ты сам можешь удержать то что тебе нужно Обращение в суд в порядке ординарного искового производства, получение исполнительного листа Получение исполнительного производства в отношении, извините, иностранных должников на территории Российской Федерации У них есть активы, а почему нет то на самом деле И в определенных случаях мы переходим от ординарного исполнительного производства к такому коллективному Ну в общем-то мне кажется весь мир, то что я изучал в той части, что я называю всем миром Отвечает на этот вопрос так Это просто коллективный способ исполнения обязательств Все, здесь больше ничего на самом деле нет А дальше хочешь ли ты, чтобы при этом коллективном способе исполнения обязательств С экономической точки зрения поддерживались как бы платежеспособные потенциальные должники Ну хорошо, сделай так, увеличь как бы срок моратории, увеличь срок реабилитационных процедур И заставь кредиторов участвовать в реабилитации Хочешь ты побыстрее распределить денежные средства Как вот, по-моему, Евгений говорил, да Распределить, собственно, активы, запустить их дальше в оборот Да не надо никакой тогда реабилитации Просто быстрее нужно это, собственно, продавать И находить эффективного, как бы, собственника Мы не про собственников Кстати, наш закон, хотя и основывается на интересе собственников По сути, вся экономическая аргументация относительно того, что нам нужно развивать бизнес Нам нужно расти и так далее Она не про собственников Это не субъекты, это активы И не надо путать бизнес и, собственно, объект, да, и субъект Теперь, продолжая, как бы, тематику банкротства иностранных организаций Значит, у какой-то иностранной организации есть обязательство Оно не исполнено И почему-то нам необходимо обратиться к такому специальному инструменту, как банкротство Иностранной организации на территории Российской Федерации И получить исполнение через этот инструмент Но почему-то исполнительное производство не получается Честно говоря, я не знаю почему Потому что я считаю, что если есть эффективный способ получения в порядке исполнительного производства Никакого банкротства иностранной организации на территории РФ быть не может Ну, тем не менее, Верховный суд, я сейчас конспективно скажу, он говорит следующее. Есть, он выводит, первое, он выводит критерии тесной связи. Он таким образом через АПК заходит и обосновывает, что есть как бы в Российской Федерации возможность банкротства иностранных лиц. И делает это через тесную связь. На самом деле, применительно к тому, что договорится дальше, тесная связь по 247 статье вообще не нужна по АПК. Почему? Потому что если у меня здесь есть имущество, Верховный суд, кстати, это и сказал, что если есть имущество, можно запускать банкротство. Мне не нужно, а если нет имущества, бессмысленно банкротство на территории АПК, да? Но Верховный суд идет дальше и как бы делает такую интродукцию трансграничного банкротства в том смысле, что он говорит, а у нас тоже есть основное банкротство, да, я вот как раз, у меня две минуты осталось. Основное банкротство, так называемое main procedure, да, как бы основное производство и вторичное производство. Он называется main, non-main, но смысл один и тот же. Условно, если наш управляющий здесь распространяет свою власть только на территории Российской Федерации, это вторичное производство. То есть берет имущество, здесь исполняет. Если наш арбитражный управляющий, предполагается, пойдет куда угодно по миру, и здесь нам необходимо двустороннее соглашение на самом деле, и будет получать исполнение там, это как бы основное производство. Верховный суд вводит только один критерий для того, чтобы открыть основное производство на территории Российской Федерации. Исполнимость этого основного производства, это будет еще отдельный разговор на самом деле. Он говорит, если на территории Российской Федерации находится центр основных, средоточнение основных интересов, ОМИ, так называемый, да. Дальше большой перечень, он говорит, это не закрытый перечень на самом деле, почему это является центром основных интересов. Тем не менее, он разрешает открывать его, это основное производство на территории Российской Федерации. Мне кажется, в не совсем корректном, и мне кажется, это будет развитие в дальнейшем, сравнивать основное производство только с ситуациями искусственных созданий субъектов за пределами Российской Федерации ведения деятельности здесь намного сложнее. На самом деле, как бы практика судов, иностранных судов, которые банкротят в как бы основное производство, открывают, она состоит в том, что это очень тесно приобретаются вопросы с банкротствами группы лиц. Мне кажется, следующим трендом, я просто к чему это завершаю, как бы свой доклад, потому что мне дали немножечко времени, да, следующим трендом будет ответ на вопрос, а можно ли здесь обратиться с Каней на активы иностранного, российского, может быть, должника, связанного с иностранным должником по мотиву долга иностранного должника, потому что здесь у него нет активов. Банкротное право отвечает, можно делать это на территории Российской Федерации, если нет иных эффективных способов защиты. Ну, то есть своего рода тренд внутри тренда, да, в какой-то степени, да. Понял, спасибо, спасибо, Евгений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!